Добрый вечер, guten Tag, good afternoon, bonsoir, что там у нас еще есть, господа? Buenos Tardos, Buenos Aires, добрый вечер, шановни, друзья. То есть сегодня у нас вебинар, посвященный обзору личного кабинета. Если меня сейчас слышно, видно, поставьте, пожалуйста, плюсики в нашем чате. И будем с вами заниматься тем, что исследовать амбары и сусеки личного кабинета далеко не все знают, где у нас что находится. В принципе, в первую очередь, конечно, этот вебинар организован для людей, которые действительно недавно зарегистрирулись в нашей компании. Они хотят самостоятельно разобраться, что, где они могут найти, чтобы, скажем так, не дергать своих наставников, спонсоров, не звонить каждую минуту в отдел информационной поддержки в Москву, да, и, скажем так, разговором на минуточку занимать по полчаса, по 40 минут у наших менеджеров, которые вместо того, чтобы давать информацию о том, какие пакеты у нас есть, и привлекать, скажем, новые денежные средства, и создавать товарооборот, помогать строительству технопарка, объясняют, да, какую кнопку нажать и где это что найти. При этом, скажем так, не все умеют делиться экраном скайпа и так далее, и так далее. Есть ли у нас те люди, которые на подобном вебинаре ни разу не были? Есть такие? Есть. Поставьте цифру один. Потому что, как я сказал, людей у нас сегодня, опять же, очередной обрал. Вместимость комнаты, скажем так, не позволяет всем присутствовать на сегодняшнем вебинаре. Так, есть, да, то есть у нас есть, ага, есть два человека. Хорошо, ну, в процентном соотношении к тем, кто пришли, я думаю, это нормальное количество. Итак, коллеги, я сейчас буду с вами делиться экраном, да, и программа, как правило, грузится какое-то количество времени. Сразу вам, наверное, рекомендую сделать следующее. Если будут возникать какие-то вопросы по ходу вебинара, было бы лучше, если вы задали в конце. Чтобы не отвлекать никого. И, в принципе, если вы даже будете писать свои вопросы, вы знаете, то я их, наверное, и не увижу. Потому что буду видеть только страницу, про которую вам буду рассказывать. Поэтому самое логичное, что мы можем с вами сделать, это все-таки в конце обсудить какие-то трудности, сложности. Либо излагаемый материал, да, может быть, скажем так, стройности речи говорящего. Либо тех условий, либо, точнее, скажем так, те позиции, которые мы сегодня с вами будем рассматривать. Итак, коллеги, я нажал кнопку поделиться экраном. Маленькая просьба, поставьте плюсики, если вам что-то открылось на вашем мониторе. Мне пишут, что идет демонстрация рабочего стола, правильно? Спасибо, Ростислав. Итак, друзья, мы с вами сейчас находимся на главной странице личного кабинета партнера компании Skyway Capital. Я начал вебинар не с того места, где, скажем, происходит еще регистрация. Вы знаете, да, у нас есть страничка, на которой находится форма регистрации, где нужно ввести свой адрес электронной почты, нажать подтвердить. Потом высвечивается следующая страничка, то есть несколько шагов, которые нужно предпринять для того, чтобы зарегистрироваться у нас на сайте. Наверное, одна из рекомендаций, которую хочу вам сказать сразу. Смотрите, если вы кого-то регистрируете сами, например, человек находится рядом с вами, лучше что вы можете сделать, скопировать свою реферальную ссылку. Выйти из своего кабинета, потому что у нас вот здесь, вы видите, в правом верхнем углу, где написано фамилия, имя и фотографии, если вы ее закачали, да, есть выход. Нажмите выход, у вас, скажем так, из личного кабинета выбросит, да, вы в строку браузера встанете реферальную ссылку и зарегистрируете нового человека. Там все просто. Потом вам нужно будет ввести свою фамилию, имя, электронный адрес, телефон, придумать пароль к странице, да, и зарегистрироваться. А уже потом, зайдя в кабинет, необходимо провести процедуру подтверждения электронного адреса и телефона. То есть, там красным цветом будет выделен телефон, и красным цветом будет выделена электронная почта. Соответственно, будет кнопочка подтвердить, вы нажимаете подтвердить, вам на почту приходит письмо, где нужно будет нажать на ссылку. Нажимаете на ссылку, хоп, смотрите, в вашем личном кабинете уже ваша электронная почта не красным светится, подтвердите, осталось только телефон. Нажимаете подтвердить телефон, вам приходит на ваш телефон смс-ка, вы вводите номер это смс, точнее код, который вам пришел, и вы подтверждаете телефон. Таким образом, вы себя идентифицировали. Итак, главная страница. Что мы на ней видим? Верхний баннер, как правило, на нем отражается информация, если у нас есть какая-то знаменательная акция, либо те действия, которые мы осуществляем по отношению к нашим инвесторам. Вот сейчас у нас с августа месяца любой человек, который просто регистрируется на сайте, получает не сразу, не в тот же день, может быть не в ту же минуту, но в течение недели, то есть в почетном дням, раньше это было понедельник, среда пятница, 100 подарочных акций на премиальный счет. То есть у нас есть четыре счета, и мы можем видеть, кстати, на верхнем переворачивающемся прямоугольнике синего цвета, вращающемся как пропеллер, четыре счета в состоянии основной, бонусной, акционной и премиальной. То есть когда вы только зарегистрируете, у вас там везде нули, вот здесь вот, то что крутится. Раз уж мы это начали разбирать, соответственно, если мы подведем мышку, у нас страничка разворачивается, и здесь есть три кнопочки, которые вам позволяют сделать следующее действие. То есть пополнить счет, то есть завести денежные средства на основной счет личный кабинет. Дальше, историю транзакции вы можете посмотреть, это все денежные действия, которые происходят внутри вашего личного кабинета, по датам, по времени, когда это все произошло. И вывод, если у вас уже на бонусном счете есть какая-то сумма денег, вы можете их вывести. При условии, что вы в разделе банкинга добавили в разделе настроек свой кошелек. Какие кошельки мы сегодня с вами поговорим, потому что у нас есть дополнение. У нас, кстати, фактически каждую среду, у нас только по средам проходят подобные вебинары, все время есть какие-то новшества в личном кабинете. Поэтому, скажем так, ну, огромное количество людей игнорируют данные вебинары, потому что считают, что они все знают. А у нас на каждом вебинаре таком есть новости. Поэтому те, кто сегодня есть, они эти новости увидят и услышат. Дальше, здесь написано ваша фамилия, квалификация, да, вот где крутится, крутящийся справа, синий прямоугольник. Ваша квалификация, видите, партнер, фамилия, имя и насколько вы выполнили квалификацию, следующую, да, которая идет за партнером, у нас консультант, например, на 72%. Выполнена данная квалификация. То есть осталось чуть-чуть потрудиться, чтобы вырасти. Далее здесь дается информация о привлеченном количестве людей и денежных средств вашим первым поколениям. Вот, видите, да, крутится. Отсюда с этого, ну не знаю, можно ли это назвать баннером, да, с этой линейки вы можете перейти в раздел маркетинга и посмотреть состояние своей структуры. Как я вам объяснял уже, да, как только человек зарегистрировался, у него везде нули, у него ничего нигде нет. Ну вот эти штучки также вращаются, можно походить, нажимать кнопки, посмотреть, что где находится. Далее, если вы приобретали какие-либо пакеты акций, у вас будет написано, какое количество акций вы купили. Если вы в рассрочку сейчас что-то оплачиваете и участвуете в приобретении пакетов акций в рассрочку, у вас здесь будет написан резерв, который за вами зарезервировано количество акций по окончании рассрочки, которые вам будут начислены, вам будет оформлен сертификат. Если вы подведете, можете отсюда перейти в раздел моих сертификатов, если ранее покупали, там высветится информация, мы потом с вами разберем этот раздел. Либо инвестировать. Вы перейдете в раздел инвестировать, где будете выбирать пакет, да. Ну, было бы логичнее, наверное, и проще всего перейти в раздел инвестировать после того, как вы приняли решение, знаете, на какую сумму готовы купить пакет, завести на основной счет денежные средства и потом легко их оплатить с основного счета. Самая простая схема. У нас можно напрямую, правда, пользоваться платежными системами, не заводя деньги на основной счет, сразу же оплачивать тех платежных систем и кошельков, которые у нас есть. Далее, у вас здесь, опять же, есть просто кнопка инвестировать, да, вот здесь есть кнопка инвестировать, вот она развернулась, если мы нажмем, перейдем в раздел инвестиций. Здесь есть кнопка инвестировать, то есть на целом ряде страниц у нас дублированные кнопки, чтобы вы могли наикратчайшим путем выйти, например, на страницу, где вы можете купить пакетат, на страницу, где вы можете, скажем так, завести деньги в личный кабинет, либо вывести эти деньги. Раздел новостей, если мы нажмем на эту кнопку, мы пойдем в раздел новостей личного кабинета, мы его отдельно с вами рассмотрим. Далее, опять же, информация о каком статистике, какое количество денежных средств привлекли в первом поколении, количество партнеров, вот, и ваши личные инвестиции, на сколько процентов вы выполнили следующую квалификацию, потому что, видите, написано до следующего уровня, да, и вот, например, сумма инвестиций первого поколения, у консультанта, вы знаете, по маркетинг-плану у нас составляет не менее 500 долларов, вот, она уже перевыполнена там на 68%, соответственно, достает того, чтобы лично, скажем так, добрать какое-то количество акций. И вот тут написано, привлечено участников с личной инвестицией более 100 долларов, их больше, чем нужно по маркетинг-плану, то есть 200%, да, соответственно, немножко нужно, скажем так, приложить усилия по большому счету и передвинуться на следующую квалификацию по маркетинг-плану. Далее, внизу у нас есть последние пять, скажем так, денежных зачислений, либо списаний, то есть денежных операций, которые проводились в вашем личном кабинете. Последние изменения счетов. Вы видите, да, написано, скажем так, на акционы, на бонусный счет, начисления за то, что кто-то делал какие-то проплаты. Если у вас там был вывод, у вас тоже там было все отражено. Эта страница главная называется. Дальше, важный момент, на который хочу обратить ваше внимание, посмотрите на странице, на главной странице и везде теперь, да, вот на любой странице нашего кабинета, вверху отражается логотип, а рядом кнопочка «Позвонить сайта». Если вот мы сейчас ее нажмем, нам нужно будет разрешить доступ к микрофону, да, чтобы совершить звонок. Если мы нажмем «Да», мы разрешаем, соответственно, пойдет вызов в наш отдел информационной поддержки. Если вы эту кнопку нажимаете во время рабочего дня по Москве с 10 до 19 часов, вы дозвонитесь нашим менеджерам, которые вам помогут разобраться в ваших вопросах, либо в той информации, в которой вы хотите разобраться. То есть это очень важно. Раньше этой функции не было. В принципе, я думаю, большинство из вас знакомы с такими функциями, да, в банковских, например, структурах есть возможность позвонить в сайтах. Кстати, далеко не у всех банков на сегодня реализован данный сервис. Есть огромное количество банков, где можно только писать в поддержку, либо звонить по телефону там 8 800 и так далее. С сайта далеко не все сайты, да, далеко не все банки предлагают возможность дозвониться к ним и связаться с их техподдержкой. Следующий, у нас есть раздел события. Раздел события нынче включает два пункта, и первый из них тоже не так давно появился в нашем личном кабинете, называется он расписание вебинаров. Мы это сделали потому, что часто слышали от наших инвесторов, что они не могут найти, когда какой вебинар проходит, они не получают рассылку от нашей компании на электронный адрес. Кстати, многие из них взяли и просто убрали галочку при регистрации, что они хотели бы получать рассылку об информации о развитии нашего проекта. Соответственно, никакая рассылка приходить не может. Если вы это сделали, единственный путь, скажем, попросить, чтобы вы получали эту рассылку, вот здесь вот сайт, смотрите, видите, здесь справа внизу написано, напишите нам, кликайте, это окошко, куда вы можете ввести любой вопрос, ввести информацию о том, уважаемой службе технической поддержки, я такая-то, такая-то, да, мой логин такой-то, прошу добавить мне в список рассылки, потому что я там по ошибке, либо по незнанию, либо потому что, скажем так, решил, что мне это не нужно, при регистрации не подтвердил, что готов получать рассылку. А мне сейчас она нужна как хлеб, я строю бизнес, я хочу учиться, я хочу получать последнюю информацию. Это я вам подробно рассказал, вы можете проще написать, да, просто включите у меня список рассылки. Ну, если напишите, пожалуйста, это будет тоже хорошо. Итак, это обращение в службу технической поддержки. Раздел событий мы с вами начали рассматривать, расписание вебинаров. Нажимаю расписание вебинаров, открывается страница в углу таблицы, куда спикеры, да, проводящие мероприятия, вписывают свои вебинары, которые они проводят, какого числа. Давайте сегодня мы с вами посмотрим, видите, у нас 10 число, в 12-13 часов у нас, вы знаете, знаменитый дуэт Сергей Северяков и Алексей Суходович сегодня рассказывали о SkyWay. Подробно для новичков, вот, по-моему, более подробно расширено, у них сегодня по времени не особо получилось рассказать. Сегодня в 19 будет еще один часовой вебинар, который будут проводить они же. В 17 часов по Москве сейчас тот вебинар, на котором вы находитесь. Завтра у нас в 18 презентации, в 19 адресные проекты. В пятницу в 13 по Москве партнерская программа, в 19 Григорий Мирошниченко будет рассказывать о способах, методах построения партнерских структур, как ими управлять и так далее. И в воскресенье в 15.00 Александр Мунко вам проведет, как, скажем так, посещаемое мероприятие, любимое многими нашими инвесторами, семейные встречи. Это все находится в разделе расписания. Поэтому, если вы вдруг чего-то не получили, мы продублировали информацию, пожалуйста, пользуйтесь данной страницей. Запомните, что у вас она есть. Следующий раздел новости. Раздел новостей мы можем отнести с вами к инструментам партнеров. Почему? Потому что, в принципе, вы видите, у нас сегодня с вами 10 число. Вчера у нас было две новости. Три новости размещены в личном кабинете. Название новостей вы видите здесь написано. То есть о том, что произведены изменения в маркетинг-плане. На третьем, на пятом уровне доплаты тем, кто активно строит структуру. Появилась, скажем так, акционная программа, где вы можете в течение календарного месяца регистрировать, точнее, если у вас будет 5 проплат, 10, 30, 20, извините, почитайте эти новости про Skyway в Австралии. Вы знаете, что Родхук, возглавляющий компанией МДМ в Австралии, активно занимается реализацией нашего проекта. Еще раз посчитали, сколько это стоит. Эту новость вы можете прочитать. Если вам понравилась новость, и вы считаете, что это то, на что люди могут обратить внимание, в принципе, можно все новости размещать. Это ваши права. Здесь есть кнопочка соцсетей. Нажимая на одну из соцсетей, важно, чтобы вы в этой соцсети были зарегистрированы, вы можете данную новость отправить на свою страницу. Она отразится на вашей стене, либо в вашем профиле. Об этой новости, соответственно, узнают люди, являющиеся вашими друзьями. Об этой новости пойдет информация в группах, то, что вы что-то там разместили. И к этой новости прикреплена ваша реферальная ссылка. Если ознакомившись с этой новостью, люди перейдут на одну из интернет-страниц нашего сайта, и там найдут кнопку «Зарегистрироваться» после ознакомления с информацией, это ваш реферальный партнер. Это потенциально ваш доход, это потенциально деньги в финансировании строительства эфотехнопарка. То есть это большой плюс. Поэтому используйте данный инструмент, он может быть хорошим подспорьем для работы в интернете. Далее. Раздел «Помощь». Я думаю, многие из вас его нажимали, там просто написан телефон наш городской, по которому вы можете обратиться. Следующее. Инструменты партнера. Раз уж мы дошли до новостей, а это инструменты, да, я сказал. Нажимаем «Инструменты партнера», и у вас здесь появляется первая панелька, которая называется «План вознаграждений». Нажимаем ее. И, по сути дела, информацию, которую мы даем на вебинарах по партнерской программе, отражена здесь. Да, то есть, и, кстати, акция, про которую я говорил, вот она вверху. То есть, что при достижении пятого, если у вас получается пять проплат в течение месяца, вам один процент добавляет, два процента – если десять, и три процента – если двадцать. Более подробно с этой акцией вы можете ознакомиться в разделе новостей. Сегодня, как бы так, мне суть важна, чтобы я о ней рассказывал. По каждой квалификации, которая есть в нашем маркетинг-плане, вы можете ознакомиться с условиями. Что нужно сделать, чтобы стать партнером? Здесь написано «Услови присвоения квалификации, статьи, дохода». И сразу же хочу сказать, если вы нажмете внизу ссылочки «Скачать описание маркетинг-плана» либо «Скачать презентацию», то есть слайды презентации, нажимая на одну из этих ссылок, вам на компьютер закачается эта информация. То есть, там есть слайды, PowerPoint, которые мы делали, по которым мы проводим презентацию, есть описание, то есть, скажем так, немножко разжеванно, за что, почему платят, в каком размере. По каждой квалификации у нас здесь выложена информация. Нажали «Лидер», пожалуйста, смотрите, что такое «Лидер». «Мастер», ну вот я вижу, скажем так, что информация не везде обновлена, и сам маркетинг-план, вот «Лидер» у нас уже на пятом уровне здесь получается 2%, на третьем 4%. «Мастер» на третьем 4%, на пятом 2%. И «Эксперт» то же самое. То есть, для тех, кто строит активно партнерские сети, да, свои, тем, начиная с «Лидера», сделали, скажем так, дополнительные вознаграждения к маркетингу плану, вот, и добавилось по 1% с товарооборота на третьем и на пятом уровне. Я считаю, это хорошо. Кстати, те, кто считает, что это хорошо, могут сейчас здесь поставить плюсики, вот, в нашем чате, а я за вас порадуюсь, то, что вы умеете нажимать кнопку. Спасибо вам большое. Василий, вы часто бываете на наших вебинарах, вам отдельная благодарность. Вот, радуется только Василий пока. Итак, коллеги, переходим снова на наш раздел личного кабинета. С маркетинг-планом, я думаю, вы все разобрались, да, это раздел «Инструменты партнера», «План вознаграждения». Дальше, следующий раздел, «Реферальные ссылки». Их у нас на сегодняшний день четыре. То есть, раздел «Реферальные ссылки» вы можете найти то, что позволит вам создавать партнерскую структуру. То есть, у нас есть ссылка на лэдинг инвестора. Вы можете скопировать ее, нажав на «Скопировать буфер» и благодаря интернету отправить либо в каких-то мессенджерах, будь то Skype, Mail.ru-агент, Аська, если вы до сих пор ей пользуетесь, там еще целый ряд способов, куда вы можете ее отправить, по электронной почте, переписки с друзьями в социальных сетях и так далее, и так далее. У нас есть ссылка на главный сайт, на который может перейти человек и почитать. Вы можете отправить две, конечно, но важно, если вы кому-то ссылки пи даете, не оставляйте человека на неделе, пока он не разберется в каждой запятой на нашем сайте либо на лэдинге инвестор. Для тех людей, которые уже получили от вас информацию, пришли, например, на вебинар, получили, скажем так, подтверждение, что реально это то, что они искали, вы можете сразу скопировать ссылку на форму регистрации в личном кабинете. Дать человеку, он заполнит свои данные, фактически он сразу становится вашим партнером. В инструментах партнера у нас также есть раздел баннеры для людей, которые считают себя специалистами интернет-бизнеса, его еще называют инфобизнес, для тех, у кого есть свои страницы, такие как блоги, сайты, сайты-одностраничники, может быть, они являются администраторами каких-либо групп в социальных сетях, либо у них есть такие, так называемые, страницы в какой-либо соцсети, которые позволяют размещать HTML-код на странице. Они могут разместить на этих ресурсах баннеры, у нас их более 60. Вот здесь мы кликаем, выбираем тот размер, который мы считаем нам необходим, для того, чтобы разместить на нашей интернет-странице. Они есть, видите, выкинутые вверх, в сторону, квадратные, с разными картинками внутри и появляется у нас HTML-код. То есть, если вы выделяете официальный сайт, соответственно, HTML-код один. Если вы хотите, чтобы после нажатия на этот баннер люди переходили на лейдинг партнеров, соответственно, HTML-код другой. Копируйте HTML-код, вставляйте на свой интернет-ресурс и люди в дальнейшем, заходя на вашу страничку, вдруг обнаруживают, что появилось что-то необычное, красивое, меняющееся, какие-то, скажем так, самолеты ездящие по рельсам, да, и что-то предлагают. Дай-ка загляну. Нажал, перешел, ознакомился, будет кнопка регистрация, нажал, запомнил данные, это ваш эфиральный партнер. То есть, баннеры созданы для того, чтобы у людей была возможность перейти для ознакомления с информацией о компании Skyway Capital. которые у нас есть, мы с вами разобрали. Дальше, раздел профиль. Кстати, на него можно зайти сразу же с главной страницы, если вы нажмете, когда я вам показывал выход, здесь есть у нас профиль. Есть раздел вопросов-ответов. FAQ, да, вот, чтобы красиво сказать, как правильно, аббревиатура. То есть, вы в профиль можете попасть либо рядом с фотографией с фамилиями с главной страницы, либо у нас отдельные и в раздел профиль. Нажимаете, заходите в персональные данные. Тут, в принципе, есть небольшое поле, чтобы порезвиться. Да, вы можете здесь указать данные, которые посчитаете нужным указать. Вот, вы можете здесь убрать галочки, если посчитаете нужным, что вам не нужно, вас не нужно информировать о реферальных начислениях за то, что вы строите партнерскую страницу. Пожалуйста, вытрите вот эту галочку, уберите, и вам не будет приходить СМС. Хотя, вы знаете, иногда приятно видишь, вдруг что-то там, пропилите телефон, нажав кнопку смотришь, написано, за такого-то начисленная такая-то сумма. Вы можете убрать галку «Получать информационную поддержку от менеджеров компании» и вас не будут беспокоить, если вы считаете, что вам любая информация лишняя и вам достаточно того, что вы почитали, купили пакет акций и хотите, чтобы вас никто не беспокоил. Вы можете сидеть, читать книги, заниматься любимым делом, вас не будут утрывать от дел, если вы эти галочки уберете. Если вам интересно иногда, скажем так, общаться с вашим личным менеджером, у нас, который работает в Москве, который может вас информировать об акциях, о замечательных условиях, которые периодически появляются в нашей компании, о развитии проекта, то эту галочку рекомендую оставить. Здесь же вы видите, написано дата, время входа, с какого IP-адреса вы заходили в личный кабинет. Если здесь вы вдруг обнаружите какой-то непонятный IP-адрес и время, это сигнал к тому, что у вас очень простой пароль, и кто-то к вам залез. Поэтому я рекомендую пароль сделать все-таки каким-то вменяемым. По-моему, у нас не меньше шести знаков или восьми. Но только такой, чтобы вы потом могли ее вспомнить. Или бы записали куда-нибудь. Потому что у нас есть люди, которые пароли раз в три дня меняют. Карандаша под рукой не оказалось и так далее. Это все отвлекает службу технической поддержки, отвлекает людей, которые меняют пароли. Поэтому лучше, что делать сразу по уму. Далее, здесь у вас написана информация по вашему информационному партнеру, по спонсору. Его фамилия, имя, скайп, телефон и электронный адрес. Данная информация важна еще для людей, которые зарегистрировались по чьей-то реферальной ссылке, даже не знают по чьей, и вот они видят, кто у них информационный спонсор. Они бы хотели узнать подробнее. То есть можно найти человека в скайпе, написать, что вы знаете, волей и судеб я стал вашим партнером компании Skyway Capital. Хотел бы с вами пообщаться и понять, куда я попал. Ну, для примера. Либо наоборот, я все понял, но все равно мне нужна помощь там в том-то и том-то. И человек, который развивает свою партнерскую структуру и является, скажем так, атлистом, вам с удовольствием поможет. Ну, если вы это будете делать в то время, когда, скажем так, ему не надо спать и так далее, и так далее. Это тоже очень важно, потому что у нас люди зарегистрированы фактически из всех 24 временных поясов. Так, далее информация какая? Та информация, которую вы можете дополнить в свой профиль, то есть снести свой Skype, второй телефон, если у вас есть. Вы можете добавить сюда ссылочки на ваши интернет-страницы в соцсетях. Вконтакте, Одноклассники, Facebook. У меня вот в Твиттере нет, я никак не могу решить туда попасть. Видно, я много говорю, у меня не получаются коротких сообщений, поэтому в Твиттер я влезу, я не в формате получается. Те песни, которые я пою, они продолжительность больше, чем в Твиттере. Когда вы все данные внесли, вам нужно нажать ниже кнопочку «Сохранить». Далее внизу идет анкета пользователя, вы видите, есть звездочки возле обязательных граф, которые должны были быть заполнены. При регистрации вы уже укажете имя, фамилию, электронный адрес и вы уже укажете телефон. Далее вы можете вписать страну, регион, город, в котором проживаете, свой электронный адрес и дату рождения. Посчитайте нужным, можете вписать паспорт, если вы забывчивый, если он может оказаться не под рукой. Для того, чтобы, например, подписать договор, который у вас есть в разделе личного кабинета, вы его решили подписать, где-нибудь купили пакет по дороге домой, едете в метро, там есть Wi-Fi, а у вас здесь вписан ваш номер паспорта, вы как бы так, наизусть его не помните. В России, хотя там всего 10 цифр, я думаю, те люди, которые иногда пользуются, куда-то ездят, запоминают довольно быстро. Но есть те, кто на цифры, у которых память не очень хорошая. На лица классные, а на цифры нет. Это раздел профиля, в который вы можете попасть, как я вам говорил, зайдя на главную страницу, либо с любой страницы, кликнув вот здесь на этот треугольник, у вас открывается панель и профиль. Либо просто слева в нашей панели раздел профиль. Так, у нас с вами осталось три раздела, да, один из них банкинг, статистика. Так, с чего бы нам пойти? Давайте задам вопрос. То есть, какой раздел будем первым рассматривать? Там, где банкинг, или пойдем по статистике работы вашей структуры? Напишите. Буква «Б» будет обозначаться. Статистика интереснее. Да, ну давайте. Это буква «С». Так, коллеги, заходим в раздел статистики. Это там, где информация касается непосредственно маркетинга. Помните, на главной странице переворачивалась панелька, и там было написано «Маркетинг». Это левая нижняя прямоугольник, там из четырех, который длинный. Нажимаем раздел «Статистика». Мы попадаем с вами в раздел, который можно отнести к партнерской программе. Не можно, так оно и есть. И здесь у вас будет полная информация о том, что вы натворили в положительном смысле сотрудничать с нашей компанией. Да? То есть, если вы только зарегистрировались, у вас здесь будет пусто. У вас не будет здесь количества участников, сумм, какой квалификации эти участники и так далее. Важно не забывать делать следующее действие. Когда вы заходите в кабинет, например, через неделю, да, там не были в нем, раз, две недели вы можете заходить, вам обязательно нужно нажать вот на эти две стрелочки, где написано «Актуализировать структуру». Страница обновится, и тогда отразится полностью та информация, которая, скажем так, попала на нее за две недели, что вы не были в этом разделе. Вы видите здесь людей, находящихся в вашей структуре, в квалификации партнер, семь человек, клиент, семь человек, и один человек в квалификации консультанта. Да? То есть, вы выбираете цвет, и вам высвечивается количество ваших партнеров. Здесь количество инвестиций, которые были сделаны людьми, находящихся в разных квалификациях. Вы понимаете, клиент, это человек, который не инвестировал еще в ничего. И к квалификации он сегодня, в принципе, отношений не имеет никакого, просто вот статус такой пока. Интересующийся, да? Чтец. Он любит читать, он может читать томами, он прочел первую книжку Юницкого, тонкую такую, вторую книжку Юницкого, более подробную. Вот. Посмотрел все видео, перелопатил сайт инженера Юницкого, перечитал полностью сайт РСВ, сайт компании Skyway Capital и говорит, ты знаешь, классно, но надо подумать. Я желаю, чтобы таких людей в вашей структуре не было вообще никогда. Дальше. Консультанты. То есть, какой объем товарооборота вам люди создали в первом поколении? Читать надо, но не столько, понимаете, да? Потому что это вот, ну, очень сложно. Дальше у вас идет информация, здесь дорабатывает сейчас у нас сервис, когда у вас идут какие-то инвестиции проплаты, здесь график был. Сейчас у нас, как я говорил, личный кабинет дорабатывается постоянно. По всей видимости, вот именно данный сервис, да, график, когда у вас были какие проплаты, он дорабатывается. Потому что, буквально еще недавно тут у меня были такие пики, которые демонстрировали, какие проплаты были и так далее, и так далее. Вы можете выбрать либо структуру, чтобы вам показало, да, либо продажи. Ну, вот сейчас он на что-то грузится. видно сейчас как раз-таки наши специалисты IT-отдела на данном сервисе трудятся. Дальше, какая еще информация? Структура сети. Вы можете поставить сами фильтры, если поставите здесь галочку, у вас будут отражаться только те люди, которые что-либо купили. Вы можете галочку поставить напротив тех, кто ничего не покупал, и задача, например, у вас стоит обзвонить этих людей, познакомить подробнее с информацией о нашем проекте и так далее. Почему? Потому что, в принципе, если они зарегистрировались, вся информация для того, чтобы с ними связаться, здесь, она есть в разделе статистика. Вы видите, цветом выделены, да, квалификации партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт и клиент. И, соответственно, если у вас будут люди разных квалификаций, вот на этом круге все эти цвета будут отражаться. И напротив клиента вот здесь списка ваших партнеров в первом поколении, да, тут есть возможность смотреть второе поколение, третье, четвертое, если они у вас имеются. Как я сейчас покажу? Вот. То есть у вас отражается информация о человеке, фамилии, имя, сумма, которую он проинвестировал и количество человека в его структуре. Видите, везде ноль. Но здесь есть очень ценная кнопочка, называется информация. Кликаете по ней и отражается. Электронный адрес, телефон человека, которому вы можете позвонить, написать письмо по электронной почте. это не является большой танным, далеко не все это знают. На адрес его, по адресу электронной почты зарегистрирован скайп. Да, соответственно, скопировав данный электронный адрес, вы можете зайти в скайп, ввести этот адрес в поиск, бац, и у вас высвечивается человек, который под вами зарегистрирован. Нажимаете, добавите его в контакты, пишите его, что вы знаете, я вот обнаружил вас там-то и там-то, готов вам помочь, если вам интересна информация, добавляйте меня в скайп, будем общаться. Далее, если у вас есть человек, под которым есть инвестиции, вот написано один человек в структуре, вы просто по нему кликаете, и у вас высвечивается человек на втором уровне. Также вы можете посмотреть информацию, что это за человек, телефон, электронный адрес. Если есть человек, у которого там побольше людей, например, кликнуть вот так вот, у вас открывается второй уровень этого человека, там было написано семь человек, все они здесь написаны. И вы видите, у этого человека есть еще, у этого партнера есть люди, зарегистрирующие под собой еще несколько человек. Нажимаем, у нас высвечивается следующий уровень. Если бы под этими людьми еще кто-то был, мы могли нажать, у нас высвечивается четвертый уровень, там пятый и так далее, и так далее. То есть, всю эту информацию вы легко можете найти в разделе статистика личного кабинета. И также здесь, в разделе статистика отражены последние четыре, скажем так, денежные операции, которые проходили в вашем личном кабинете. Вы можете ввести даты, здесь поисковая система, если вы хотите посмотреть, например, там в январе с такого-то числа по такой-то. И у вас высвечивается информация, была ли проплата в это время. На данный момент отражены последние, скажем так, инвестиции или последнее движение денежных средств в этом личном кабинете. Так, далее. Статистику мы с вами рассмотрели, да. Теперь у нас, наверное, перейдем к разделу банкинга. То есть, то, по сути дела, с чего начинается инвестирование в наш проект. И здесь вы можете найти шесть полей, шесть, наверное, разделов, в которые вы можете зайти. Первый раздел называется транзакция. То есть, если вы уже делали какие-то операции, вы можете проверить, правильно ли все произошло, убедиться, что программа все отслеживает. Нажимаете на транзакции и у вас высвечивается, опять же, вы видите, продолжает, скажем так, во многих местах нашего личного кабинета дублируется информация о состоянии счетов, что у вас где находится, дублируется информация для того, чтобы пополнить счет, вывести денежные средства или перевести денежные средства своим партнерам, как мы с вами еще поговорим об этом. И вот на странице транзакции отражаются последние движение денежных средств в личном кабинете. Начисление, уход денег, если вы кому-то деньги передавали, здесь тоже будет написано, что такая сумма была передана партнером. Если вы выводили деньги уже, здесь будет указано, что вы деньги выводили. Если вы, например, сами недавно зарегистрировались и под вами появился один человек, соответственно, здесь возможно будет ваша оплата на покупку сертификата, для примера, и первое начисление за вашего партнера, если он что-то купит. Это раздел транзакции. Далее. Пополнить счет. Вы видели кнопочки пополнить, у нас есть разных местах, здесь непосредственно вы заходите в личный кабинет, в раздел пополнить и вводите сумму, которую хотите завести на основной счет. Вот, наверное, самый простой и правильный путь для начала, для первой инвестиции, например. Чтобы спокойно вы убедились, что деньги вам зачислены на основной счет, дальше вы зашли в раздел инвестиций, выбрали пакет, и с основного счета ее проплатили. У нас сегодня семь платежных систем, благодаря которым вы можете эти денежные средства завести. Давайте напишем, например, ну вот там, кликнем, мы хотим завести 100 долларов. Нажимаем пополнить. Кстати, если мы это сделали и начали даже просто играться, система запоминает наши действия, вот, и вот сейчас вы видите, у нас появились счета, при помощи чего мы можем, точнее, платежную систему, при помощи чего мы можем это делать все оплатить, завести 100 долларов. Платежная система, окей, окпей, адванс кэш, виза, для стран СНГ, вы видите, вверху, да, СНГ и Балтии, виза весь мир, для людей, проживающих на территории, ну, фактически, всего же земного шара, если даже в Антарктиде, где-то есть какой-то терминал, позволяющий нам картой визы рассчитаться, можно даже оттуда. Яндекс.Деньги, Киевик, кошелек, веб-мани, и банковский перевод по системе СЛИФ. Это те, платежные системы, благодаря которым вы можете деньги ввести на свой основной счет. Кстати, вы видите, здесь написано, вам выставлен счет 64,623 на 100 долларов. Вы видите способ оплаты. Я сейчас не буду нажимать способ оплаты, потому что, выбрав какую-то платежную систему, мне дальше нужно будет просто ввести номер кошелька, данные по этому кошельку, да, и все, что необходимо сделать, там дальше будет текстовая инструкция. Как вам поступать дальше? Я сейчас нажимаю на крестик, вот, но вы помните, да, там было написано, что мне выставлен счет. Так вот, я сейчас здесь, даже если вытру это все, то счет у меня появится в разделе банкинг, выставленные счета. Видите, здесь есть такая штучка, вот, пятая снизу. Заходим в раздел выставленные счета. Здесь отражается информация о тех счетах, которые вы оплатили, да, если вы их оплачивали, вот у нас есть раздел, вот, подтвержденный, да, если мы нажмем подтвержденный, то это как раз таки касается тех пакетов акций, которые вы купили либо оформили. А вот неоплаченные, это то, что мы сейчас с вами сделали минуту назад буквально, здесь лондонское время, минус 3, номер 64, 623, он был как раз таки на том счете. Соответственно, мы просто-напросто ввели в заблуждение систему оплаты компании Skyway Capital, для того, чтобы этот счет нам не мозолил в глаза, мы нажимаем кнопку отменить. Если вы зашли, например, и готовы, потом будете оплатить, вы нажмете оплатить, и вам нужно будет сделать благодаря платежным системам, которые есть. Когда вы нажимаете отменить, система вас спрашивает, вы точно уверены, что хотите удалить данный счет? Когда вы будете оплачивать, вас просят то же самое. Вы уверены, что хотите его оплатить? Я нажал, да, я уверен, и вы сейчас увидите, что в разделе выставленных счетов у меня 0, неоплаченных счетов нет, данный счет пропал. Возвращаемся в раздел банкинг. У нас есть остался пункт перевод средств. То есть, если вы имеете на своем счете на основном, например, 100 долларов, либо на бонусном, если вы уже строите партнерскую структуру, то у вас на бонусном счете может быть денежные средства. И вы захотите, например, перевести эти денежные средства со своего основного счета, либо с бонусного, либо из того, из того. Если там сумма нужна определенная, там 50 долларов, человеку нужно 100, а у вас 50 на основном, 50 на бонусном. Вводите 50 и 50, и сюда вы вводите электронный адрес человека, которому вы хотите перевести денежные средства. Вводя адрес, система проверит, находится данный человек в базе. Если он находится, да, здесь пишется, что да, есть такой получатель. И появится кнопка перевести деньги. Нажимая кнопку перевести, система вам отправит смс с кодом и продублирует. Вот буквально на днях сделали, сервис работает в два направления, потому что кому-то удобно, кто-то говорит, смс к мне не доходят, а кто-то может быстро заглянуть на свой электронный адрес. То есть код придет и на телефон, и на электронный адрес. Вы его оттуда копируете, либо здесь руками вписываете те цифры, которые вам придут, либо буквы. Писали код, нажали, эти деньги у вас из кошелька уходят и зачисляются на основной счет человека, которому вы их переводите. Делаю акцент на основной. Основной счет это тот счет, с которого вы деньги вывести не можете. Деньги изнутри системы вы можете вывести только с бонусного счета. Соответственно, если вы деньги туда перекинули своему партнеру, это может быть сделано благодаря чему? То есть он стоит рядом с вами, он не умеет нажимать кнопки, он, скажем так, ухотворился технологией, он верит, что это реализовано, он, скажем, хронически боится компьютера и говорит, на тебе деньги даже, вот тебе 100 рублей за то, что ты мне еще перевод сделал сверху, только зарегистрируй меня. Вы эти деньги взяли, наличка, ему перевели из своего электронного кабинета отсюда, из личного кабинета компании Skyway КПП и оформили ему покупку. Он доволен, вы довольны, но после этого вы ему говорите, слушай, я тебе помог, а теперь я тебя буду учить. Выбери время, я тебя научу, как эти кнопки нажимать, как это все делать и так далее. Это самое правильное, что вы можете сделать в нашем бизнесе. Не на самотек пустить, а помочь ему разобраться, потому что без вас он потом сможет объяснить кому-то. Если вы этого не сделаете, будет очень жаль. Итак, это раздел, который называется перевод денежных средств партнеру в банкинге. Следующее. Заявки на вывод. Заявки на вывод это то, что вы можете сделать, когда заработали какое-то количество денежных средств на свой бонусный счет. Помните, да, минимум должно быть 30 долларов на счете. Только тогда вы сможете заказать в финнаделе у нас эту выплату. И для того, чтобы деньги вывести, вам нужно будет в разделе настройки банкинга, вот я сейчас тоже нажму, есть раздел настройки. Сюда вы должны будете писать, выбрать, точнее, добавить реквизиты тех электронных кошельков, на которые мы сегодня можем вывести денежные средства из личного кабинета. Вот тут вторая новость, то, что с сегодняшнего дня фактически, да, у нас появился еще один электронный кошелек для вывода денежных средств. Первым у нас идет Visa MasterCard, и вы можете сюда добавить свою карточку Visa, то есть пишите 16-й, значит, номер, либо MasterCard, либо Visa, имя владельца, как на карте, срок ее действия, и выбирайте, что это у вас за счет, рублевый, либо валютный, да. Далее, у нас есть Яндекс.Деньги, то есть вам необходимо ввести номер кошелька и нажать ОК. У нас есть ввести кошелек, то же самое вписывайте номер кошелька. У нас есть WebMoney, есть кошелек ОК.П. И есть с сегодняшнего дня система AdvancedCash, вы можете вывести в долларах либо в рублях. Вот, AdvancedCash долларов, AdvancedCash рублевый. Ситуация в следующем. Данный кошелек удобен для людей, которые проживают у нас в регионах не входящих в страны СНГ и Балтии. В первую очередь, да, он актуален те, кто проживает в Европе, в мире, потому что из системы AdvancedCash вы можете уже выводить на те платежные системы, которые есть у вас. AdvancedCash позволяет выводить денежные средства на карту. Visa, MasterCard. То есть вы можете использовать данный кошелек. То есть добавляете реквизиты, если вы реквизиты добавили, у вас здесь появится название кошелька и данные по данным реквизитам. Если вы что-то ошибочно ввели, вы можете удалить его, нажав кнопку удалить. Возвращаемся в раздел банкинга, заявки на вывод, то здесь, если у вас кошельки уже есть какие-то, может 1, 2, может вы все там 5, которые у нас есть, себе оформили. Соответственно, вам нужно будет выбрать тот кошелек, на который вы хотите вывезти денежные средства и вписать целым числом ту сумму, которую вы хотите вывезти. То есть, если у вас там, 35,73, вот вы видите, соответственно, максимум, что вы сможете сделать, написать здесь 35. Нажать, кнопку вывезти, будет написано, что такая-то заявка, статус, то есть, заявка на вывод. После того, как вывод будет совершен, здесь будет написано совершен вывод напротив вашей заявки. А вам, соответственно, придет нам какое-то электронное сообщение на ту систему, которую вы сюда ввели, то есть, вы это можете проверить. Итак, у нас остался последний раздел личного кабинета, который называется «Мои инвестиции». Мы выбираем «Мои сертификаты». Если вы ранее уже оформляли какие-либо сертификаты, опять же, вы видите, дублируется информация по счетам и пополнить счет, вывести средства, перевоз, здесь будет информация о тех сертификатах, которые вы себе уже купили. Опять же, если вы только недавно заказали сертификат, здесь будет стоять статус, то есть, не оформлен, а на оформлении, после того, как вы оплатили этот сертификат. Дальше, когда он будет оформлен, здесь будет стоять оформлен, вы можете его посмотреть, вы можете скачать себе на компьютер сертификат Skyway Capital. Дальше, здесь будет, если вы оплатили недавно, подписать договор, то есть, кнопочку нажимаете и нужно будет подгрузить страницу вашего паспорта с фотографией и страницу паспорта с регистрацией. Для тех стран, где такого института регистрации или прописки нет, вам нужно будет подгрузить любую квитанцию, подтверждающую, что по тому адресу, который вы указали в личном кабинете, вы проживаете и оплачиваете какие-либо услуги. Этого будет достаточно для оформления договора на приобретение пакета. Вот это разделы «Мои сертификаты». Есть у нас еще раздел «Мои рассрочки». В этом личном кабинете он у меня пустой, потому что я в рассрочку, скажем так, на данный момент ничего не заказывал. Но из него можно нажать кнопку «Перейти в раздел «Рассрочки»» и оформить любую из пакетов акций, которые у нас сегодня есть, рассрочку. Но раз уж я сюда зашел, давайте его сразу рассмотрим. Вы можете выбрать рассрочку за 25 долларов в месяц. Суммарно вы заплатите за 10 месяцев 250 долларов и на выходе у вас будет 32,5 тысячи акций. Вы можете выбрать рассрочку на 10 месяцев по 100 долларов платить ежемесячно, и на выходе будет 220 тысяч акций. То есть дисконт здесь 220 по этим пакетам. Вы можете оформить рассрочку на 6 месяцев и здесь он будет возрастать, скажем так, кратно. Первые два месяца вы будете платить, это первый этап данной рассрочки. Потом третий, четвертый месяц, второй этап и третий этап. Отличаются они тем, что на первом этапе там один дисконт 1 к 100, на втором этапе там дисконт уже более 200, 250 и третий этап дисконт будет 300. То есть суммарно это будет порядка там 216. Важно, что за сумму 500 долларов вы на выходе получите 65 тысяч акций компании. И последний пакет рассрочку называется бизнес. 200 долларов ежемесячно. Здесь возле каждого пакета вы можете нажать на кнопку подробности и у вас высвечивается информация. Что это за рассрочка, которую нужно оплачивать, что за вами бронируется и когда. Прежде чем выбрать какой-либо из пакетов, подробно ознакомьтесь с этой информацией. Последний пакет, который в рассрочку, он позволяет вам ежемесячно, точнее ежеквартально фактически за вами будет бронироваться по 150 тысяч акций. В итоге, после оплаты последнего пакета девятого, вам еще в подарок на племиальный счет будет начислено 90 тысяч акций. Соответственно, суммарно получится 540. Далее, когда вы выбрали какой-либо из пакетов, вы видите, появляется информация, что 25 долларов в рассрочку вы готовы платить. Пакет вмещает в себя 32 с половиной тысячи акций. Общая стоимость такая, это на 10 месяцев. Для продолжения оформления выберите способ оплаты. Значит, на бонусном счете есть, я могу здесь 25, если я напишу. Моя задача будет просто внизу, пусть только я пишу цифру 25, давайте просто напишем, потом выберем. нажать кнопочку «Оформить». У меня будет оформлена рассрочка. Нажимать сейчас не буду. Далее, вы можете, если у вас на счетах, например, 0, на всех, соответственно, вы можете выбрать любую из платежных систем, которые здесь перечислены, или 7, например, там, или блокпы, либо Яндекс.Деньги. Нажать кнопку «Оформить». У вас загрузится следующая страница, где вам дальше уже нужно будет работать с этим кошельком, вводить данные кошелька после того, как вы все введете по инструкции, которая там написана. Сервис прогрузится, и вы потом сможете зайти отсюда в раздел «Мои рассрочки», и будет информация конкретно по рассрочке, то, которое вы выбрали на сколько месяцев. С предложением, что вы можете оплатить сразу несколько месяцев потом, но для того, чтобы оформить рассрочку, первый месяц вы должны оплатить за месяц. А потом вы можете сразу, если у вас хватает денежных средств, оплатить 3, 5, 10 и так далее. То есть, это мы с вами рассмотрели сервис, который нам позволяет приобретать пакеты акций в рассрочку. Кстати, если мы сейчас зайдем в раздел снова «Банкинга» и «Выставленные счета», вот сейчас проверим. Ну, так как я дальше не стал ничего делать, да, здесь ничего нет. То есть, если бы я нажал кнопку «Оформить», а потом ушел и не оплатил, у меня бы здесь появилась единичка, и мне снова нужно было бы этот счет удалять. Так, возвращаемся в раздел «Инвестиции», просто в раздел «Инвестировать». Когда мы зашли в раздел «Инвестировать», у нас есть большой баннер в нем, опять же, касаемый непосредственно приобретения пакетов акций в рассрочку. У нас есть баннер, который касается возможности приобретения пакета акций, сразу же единоразово заплатив 1000 долларов, он называется «Юбилейный». И в подарок вам, если вы приобретаете данный пакет, будет отправлена монета с изображением нулевого километра дороги Skyway. То есть, нулевой километр, который у нас, процедура закладки данного, скажем, знака состояла 17 октября 2015 года в Минской области, Пуховичском районе возле города Марина-Горка, там, где у нас находится этот этапарк. Позволяет денежные средства, да, хотите иметь большой пакет акций 300 тысяч штук сразу с дисконтом 300, вы можете купить за 1000 долларов, за 75 тысяч рублей сегодня, у нас курс выдерживается, в компании по-прежнему, да, хотя на бирже сегодня там доходило до 7,9 тысячи с лишним. У вас здесь есть возможность купить пакет акций, единоразово заплатив 250 долларов, то есть, либо, скажем так, вы можете выбрать рассрочку, платить по 25 долларов 10 месяцев подряд, либо вы готовы сразу 250 долларов заплатить и взять сразу 32 тысячи 500 акций компании Skyway. Далее у нас идут стандартные пакеты, то есть, у вас могут регистрироваться люди, которые могут сказать, ты знаешь, я бы хотел купить пакет акций, но пока небольшой, то есть, хочу проверить, как это реально работает и так далее. Он говорит, у меня 130 долларов есть, нажимаю здесь единичку напротив пакета 130, да, и точно так же опускаются сюда вниз, видите, здесь написано, доплатить с помощью платежной системы 130, если у вас есть деньги кстати на акционном счете, да, вот опять же, очень важный момент, то вы можете вот данный пакет себе купить, если у вас на акционном счете есть деньги с акционного счета, вписывайте просто, да, и у вас будет оформлен данный пакет, либо если вы выбрали крупный какой-то пакет, например, 200 денежных средств не хватает, то есть, вы вписываете сюда основной счет, либо бонусный указываете и далее просто нажимаете оформить, если вы именно со счетов, которые у вас есть, если на счетах у вас ноль, опять же, вы выбираете какую-то из платежных систем, появится здесь кнопочка оформить, после того, как вы точку поставили, оформляете и опять же, по инструкции делаете оплату данного пакета, если на счетах у вас ноль. Опять же, рекомендую вам делать следующие вещи, самое простое, завести деньги, да, по полный счет, на основном счете будут денежные средства, вписываете здесь денежные средства в соответствии с тем пакетом, который вы выбрали и просто оплачиваете. И вы мгновенно увидите, что все произошло так, как надо. Возрадуетесь этому, у вас поднимется настроение и после этого вы можете громко выгачать, дико озирая, сдавать информацию вашему окружению о том, что вы счастливый инвестор компании Skyway Clips. Так, раздел инвестиций. В принципе, мы с вами рассмотрели фактически все, за исключением, наверное, таблицы, которая привязывает нас непосредственно к сервису рассрочки. Вопрос хороший, задавал я, из какого металла сделаны монеты, я вам точно, скажем так, всю химию сплава назвать не могу, одно могу сказать, из желтого металла. Желтый металл, вы знаете, у нас относится и к желтому, в том числе, поэтому не исключен вариант, что там можно какого-то желтого металла, если вы, конечно, до этого дойдете, выплавите, сделайте себе пломы, например, если там желтого столько найдете. Шутка. Так, коллеги, сейчас я могу сделать следующее, то есть выйти из личного кабинета своего и зайти в тестовый личный кабинет, чтобы показать вам, как выглядит сервис рассрочки. Хорошо, я сегодня это сделаю, потому что в прошлый раз я этого не делал. Вводим адрес электро. Кстати, вот эта вот страница входа, если мы регистрироваться будем, нажмем кнопку регистрации, первые, скажем так, данные те же самые, которые вам надо ввести. Нажимаем войти, сервис прокручивается, загружается. Заходите. Да, так и есть. Спасибо большое. Вот. Страна. Так, город. Давайте город ведем, потому что в тестовом аккаунте у нас не указан город. Какой город мы придумаем? Давайте Китиш напишем. Китишград. Помните, такой есть? Был, точнее. Сохранить. Итак, тестовый аккаунт. Сразу же, помните, я вам говорил, что у нас есть в разделе возможность вот здесь посмотреть рассрочки, да? Сейчас, одну секунду, опущусь. Вот. Информация, если у вас есть рассрочка, об этой рассрочке, вот данные вы видите прямо на главной странице своего кабинета. То есть, сколько осталось платежей, тогда нужно сделать следующий платеж, автосписание. Сейчас мы зайдем как раз в раздел рассрочки и график вытяжения. Вот. Вы можете действительно, если четко понимаете, что вы строите структуру, у вас, например, рассрочка на 50 долларов была когда-то оформлена ежемесячно, да? Вы знаете, что у вас в месяц на бонусный счет приходит денег гораздо больше, чем 50 долларов. Вы можете поставить галочку в сервисе, где я вам сейчас покажу, и у вас будет происходить автосписание каждое, скажем так, 17 число будут списываться рассрочки. Если вы хотите быстрее погасить, чем за 10 месяцев, там, либо за 6, либо за 9, то вы эту галочку можете не ставить и по несколько месяцев сразу списать. Я нажал посмотреть рассрочки, объясню здесь следующую картину. То есть, смотрите, здесь рассрочка, в которой, скажем так, оформлен был первый пакет, да? Вот, за 25 долларов. У нас здесь есть следующая функция, то есть, вы можете, если вдруг не хватило денежных средств, чего-то вы не предусмотрели, в подходе срок оплаты следующий, ну, следующий срок оплаты, а у вас денег нет. Вам предоставляется возможность, вот сейчас этой кнопки нет, потому что я уже отложил платеж, да? И мне обязательно нужно будет заплатить в феврале. Вот. Вам есть, точнее, вам предоставляется возможность отложить платеж. Это можно сделать три раза в течение 10 месяцев, но не три месяца подряд. Вот, например, я один раз отложил, соответственно, я в следующем месяце обязательно должен заплатить. Заплатил. Подходит срок проплаты, например, в марте, опять денег нет, я снова могу отложить, вы видите, здесь розовым цветом как бы выделено, да? Но в апреле я снова должен оплатить двойной. Вот. И так я три раза могу делать. Дальше. Разрешить автоматическое списание. Помните, я вам говорил, да? Вот. Ставите здесь галочку и выбирайте счет, с которого нужно будет осуществлять списание. Дальше. Вы можете сразу оплатить за несколько месяцев. Видите, по этой рассрочке у меня как бы так, по 25 долларов, на счетах там больше. Выбираете то количество, которое вам хватает, например, там три. Нажимаете оплатить, с вас списываются вплоть до апреля, и вы следующий платеж можете сделать в мае. Либо вы потом снова сможете завести какое-то количество денежных средств, например, на основной счет и оплатить там всю рассрочку, грубо говоря, да? И по окончании рассрочки вам будет оформлен сертификат, вот вы видите, забронированный 137 тысяч акций, да? Далее. Что еще вы можете сделать? То, чего делать, в принципе, нежелательно, я вам особо не рекомендую. Здесь есть кнопка, которая называется «Отменить рассрочку», да? Знаете, существует такая категория людей, их оказывается не очень мало, которые что-то заказывали, потом вот шарились по этому кабинету и думают, а что если я нажму, на эту кнопку, и таки нажали, происходит странная вещь, рассрочка куда-то улетучивается, они вдруг пугаются, у них становится чистая страница, а денежные средства, которые они уже заплатили, переходят в личный кабинет на акционный счет. Единственное, что остается этим людям, проливая крокодильи слезы, выбрать пакет не акционный из раздела инвестировать и эти деньги реализовать таким образом. Поэтому вот кнопку, прежде чем нажать кнопку «Отменить рассрочку», я вам тысяча раз говорю подумать, хотя у нас, скажем так, от таких ловкачей, либо с шаловливыми пальцами, да, людей, сейчас сделана защита, то есть если вы нажмете «Отменить рассрочку», перед вами теперь будет высвечен вот такой баннер. Подтвердите действие. Внимание важно. Внесенные вами платежи будут возвращены на акционный счет. Резерв акций, который за вами есть, будет аннулирован. Вот. И мы не сможем вам вернуть деньги и эти замечательные условия в последующем. Для того, чтобы оставить данную рассрочку, нажмите «Отмена». То есть если ваши пальцы случайно, скажем так, все-таки нашалили здесь, нажмите «Отмена», выдохните, да, скажем так, сотрите под солба, вот, ну и нормально себя чувствуйте дальше. По большому счету, сервис рассрочки выглядит очень просто. Сейчас он работает как часы, поэтому все очень хорошо, все очень просто. И в принципе личный кабинет, который у нас есть, он достаточно простой. Есть много разделов, где вы можете без болезни нажимать кнопки, да, вот, но вот раздел рассрочка, он такой, аккуратнее с ним, пожалуйста. Теперь, наверное, мы сделаем следующее. То есть я сейчас возвращаюсь в наш, как его правильно назвать, конференц-зал, да? Да. вебинарную комнату и теперь готов выслушать ваши вопросы. Я знаю, что есть шаловливые руки, но есть еще шаловливые мозги, вот, и много чего, что шалит не тогда, когда необходимо. Я так и не поняла, как оплачивать рассрочки. Я вам только что объяснил, как оплачивать рассрочки. Вот, напишите мне, пожалуйста, если вы вели через карточку Сбербанка, возможно, сегодня финодел ваш счет пополнит и вы все увидите в своем личном кабинете. Если вы оформляли рассрочку, ввели данные Сбербанка, оплатили с карточки визы и вдруг, как бы так, ничего не произошло, вам нужно нажать на ту кнопку «Мои рассрочки». Если вы ее оформили, на главной странице вашего кабинета будет та надпись, которую я вам сейчас показывал, да? Давайте я вам сейчас еще и покажу. «Мои рассрочки» вот это будет у всех, кто сегодня приобрел пакет акций в рассрочку. Вот, платежи по рассрочке на главной странице вашего личного кабинета. Если вы подробнее хотите посмотреть таблицу, нажмите вот здесь «Посмотреть все рассрочки и график платежи». «И будет вам счастье», как говорил один человек. Так, устанавливаем трансляцию рабочего стола. Да. Какие еще вопросы есть, коллеги? Книга с автографом Ленинского, да? Клюшки, кроме памятной монеты, да у нас периодически происходит, какие-то барсиков мы раздаем, да, там, то-сто акции дарим за регистрацию, то еще что-то. То есть, периодически могут проходить какие-то мероприятия, направленные на мотивацию партнеров. Кстати, вот маркетинг-план, о котором мы будем говорить в пятницу еще, завтра у нас будет презентация, вот буквально вчера у нас дополнение к маркетинг-плану появилось для тех людей, которые активно строят структуру. У них появляются дополнительные проценты в первом поколении, если они в течение календарного месяца делают определенный объем. А если вы являетесь партнером и в вашей компании, в вашей команде в первом поколении есть минимум 5, а лучше 10, а лучше 20 партнеров, которые купили акции в рассрочку, то фактически вы будете все время соответствовать условиям данной бонусной программы и вам будет начисляться по минимуму 15% с первого поколения за каждый их платеж и еще 3% дополнительно. Вот я вас с этим хочу поздравить. Наталья, сегодня курс, как и вчера, у нас как бы не так быстро меняется, то есть у нас мы не привязаны к бирже. Компания Skyway Capital курс рубля к доллару 1 к 75. По поводу я вчера ввела деньги через карточку Сбербанка, какая комиссия, но вы сами же можете увидеть, какая комиссия. Вы же водили и в момент платежа вы видели, сколько у вас дополнительно списали денег. Обратитесь в Сбербанк, пожалуйста. У них есть телефон на 8 800 и куча пятерок там, по-моему, если не ошибаюсь. Вам точно уточнят. Просто я не специалист, точнее, не работник финнадела, я вам сейчас информацию дать не могу. Какая с вас именно была комиссия с карточкой Сбербанка? Тем более, я не знаю, с какой страны, потому что Сбербанк у нас есть в целом ряде стран. Кстати, Сбербанк даже внутри России в разных городах порой берет разную комиссию с разных карт. Вот таким вот образом. А, вы с Харей задали вопрос? Ну, молодцы. Кстати, здесь можно задавать вопросы тем, кто находится в чате непосредственно. Там есть кнопка задать вопрос и выбрать из списка кому. То есть, вы можете общаться друг с другом, не галдеть в общем чате получается, да? Вот. Таким вот образом. Но если пришли слушать, разбираться в информации, лучше задавать вопросы, наверное, уже потом. И вы мне. Так, коллеги, есть какие-то вопросы еще? Я вам задам вопрос. Скажите, а полезно то, что я сейчас рассказал? Или так вот вы просто потеряли часть своей собственной жизни? Вот, Василий, спасибо вам. Вы всегда пишите, что это полезно. Вот. Вы знаете, чтобы связаться с юроделом, Светлана, ну, наверное, надо выйти через нашего менеджера. Я думаю, вы тесно общаетесь с одним из менеджеров. Дальше они вас свяжут с юроделом. Вот. И там уже пропишут весь механизм, как нужно поступить. Хорошо? Татьяна, спасибо вам за то, что вам было полезно. Ну, и спасибо Василию. И Ерик, вам тоже огромное спасибо. Ну, что, тогда на этом будем заканчивать. Завтра, точнее, сегодня у нас среда в 19 часов через 57 минут по московскому времени будет дан старт еще одному вебинару, который будет проводить Алексей Суходоев и, возможно, Сергей Сибиряков, где они будут рассказывать о технологии, о Skyway, о перспективах, о том, скажем так, какие структуры давали подтверждение и твердо сказали, что это, скажем так, наше будущее и так далее, и так далее. Вот, ссылочки, в принципе, вы можете найти непосредственно на странице ВКонтакте, но вот сейчас я смотрю, или я написал, но что-то ссылок нет, почему-то только текст, что ведущий Суходоев. Запись данного вебинара вы сможете посмотреть на сайте, точнее, на Ютьюбе нашей компании, сейчас я вам ссылочку на страницу Ютьюба, именно вебинарную страницу Ютьюба вам дам, там, в принципе, все вебинары, которые записываются, ну и те, точнее, из них, которые посчитали нужным выложить, да, ну вот Илья, наверное, уже вам дал эту страницу, то есть, если вы зайдете вот на ту страницу, которую я вам сейчас сбросил, это ссылка именно на видеоканал, где записи вебинаров, потому что, по всей видимости, ссылка, что дал Илья, она, наверное, привязана к Ютьюбу компании. Спасибо, Нина, спасибо, Татьяна, спасибо вам всем, до новых встреч в эфире, всем отличного вечера сегодняшнего, всегда рады, спасибо,